Так, мы находимся еще на этаже с офисами, и Константин хочет показать какую-то систему. Для меня это пневмопочта, которая работает до сих пор и очень удачно работает. А сколько уже работает? Я не знаю, сколько, но мне это очень нравится. Я такое раньше видел только в фильмах, в 30-е годы, когда пневмопочту отправляли. То есть сюда закладывается? Специальная капсула, в которую ты закладываешь документы. Она может быть до 5 килограмм веса. Закладываешь, задаешь адрес, и она отпускается или на склад, или она уходит в другое вообще здание. А, то есть система, которая подземная у вас? Да, то есть она получается не только 11 этажей, плюс склад, который находится с правой стороны, и склад, который через 200 метров с левой стороны. А как узнает адресат, что ты пришла? А вы задаете специальный код каждого этажа, каждого места, каждого склада, и это работает. Если к тебе что-то приходит, у тебя какой-то звоночек? Она когда приходит, ее слышно. То есть звоночек у нас плюс дополнительно на каждом этаже есть определенная такая вот система. Но она, конечно, уже... А, вот она, наверху, видите? А, там горит уже, загорает. Да, 3 определенных огонька. У каждого определенного человека, или у каждого отдела есть определенный код. Например, загорание этих трех огней. Понятно. Значит, очень экономит время вам. Конечно. Вы представляете, это спуститься вниз, 11, за каждой бумажкой ходить туда-сюда, передавать. Получили документы на груз, не получили документы. Тут у тебя быстренько все пришло. Причем это работает, скажем так, адресатов-то ведь больше, больше, наверное, 100, а работает как часики. Удобно. Единственное, что бывает иногда, что некоторые люди, которые не знают, берут несколько каталогов, которые больше 5 килограмм и пытаются отправить. Тогда она просто, скажем, есть место в сборник, куда она приземляется. Понятно. Спасибо. Спасибо.